Мы приехали в Москву разгонять тоску, потратить кучу денег на самом деле, но давно деткам обещаем их сюда сводить, это назовем его типа Russian Disneyland, вот эта вот история, остров мечты, надеюсь, что это действительно мечты, посмотрим. Мы смотрели про него всякие разные видеоролики, кто-то его, назовем это так, обсирает, кто-то его, наоборот, хвалит, и вот мы решили на самом деле сюда приехать, коль у мамы еще продолжается отпуск, выгулять еще и маму, потому что она совсем уже соскучала в своем Подольске. Здесь парковка, я так понимаю, бесплатная, шлагбаум открылся, мы вот так вот припарковались, мест куча. Так, сейчас машину попробую, вот, все, закрыл. Так, смотрите, огромное-огромное-огромное, здесь еще есть подземный паркинг, но на подземный паркинг я не захожу из-за бокса, поэтому на улице. На улице сегодня погодка прекрасная, поэтому можно на улице. На самом деле здесь огромнейшая еще ландшафтная вот такая территория, здесь можно погулять, есть всякие вейк-парки, детские площадки, лавочки, тематические зоны, куча-куча всего. Так, давайте двигаться туда, чуть позже расскажу по ценам. Цены, конечно, космические. Ну, как космические, если, например, одному идти, один ребенок, то ничего. Учитывая, что нас вот столько человек, пять, маленькие, бесплатно, то это, короче, накладно получается, прям прилично. Сейчас кто-то нам напишет в комментариях, да вы нищие. А дядя в жопе. Да. Вот если в миниатюре, то это вот так вот выглядит, вот она всякая-всякая разная зона. Вот это, кстати, центральная аллея, мы идем не по ней, мы идем вот эту сбоку. Вот главный вход, огромный парк развлечений, северный парк, южный парк. Ну, вот он, южный парк, как раз вот он. Смотрите здесь, вон вход там. Ну, вот видите, как прикольно. И еще интересно, что здесь есть указатели. Не заблудитесь, можно вот так ходить, гулять. О, смотрите, даже есть что-то, типа фонтан-эля-басик. Прикольненько, прикольненько. Ну, клево, ладно, пойдемте вовнутрь. Мамулька, нам сюда. С виду, конечно, такой замок с замком. Да, интересно, что внутри, сейчас пойдем будем гладить. Вот она центральная аллея, про которую я вам изначально говорил. Видите, здесь так украсили, типа, вот эти вот технические здания, как типа подарок. И вот он, собственно, главный ход. На входе такой контрол. Так, сейчас будем выкладывать. Прошли контроль, теперь смотрите, как внутри. Типа там, что написано, Вегас? А нет, Рейддей, что-то такое. Также есть, значит, эти указатели. Касса налево. Что здесь есть? Подземные упаковки, театр, касса, тематический парк, тематический парк. Фудмол, концертный зал, туалет, информация. Все, пойдемте на кассу. Вид, конечно, здесь, ну, магическая история. Вот на самом деле, вот сюда можно просто приехать и вот так вот погулять. То есть, вот за изначально, вот за вот этот вход платить не надо. А вот дальше, я думаю, что нужно. Но сейчас посмотрим. Какие подсвечники, какой вид здания. И самое главное, смотрите, какая пальмочка. Но это не настоящее, это искусство. Тем не менее, прикольно, что ты идешь. И такие, типа, родные пальмы. Все, как мы любим. Это, конечно, очень здорово. Здесь, кстати, есть лодочная станция. Вот прямо сейчас вижу, видите, вот рекламка. То есть, вот, вот мой палец так залез. Можно видео покататься здесь по реке. Ну, в целом, это, короче, как, типа, торговый центр. Здесь и магазины, есть и кафе. Вот, здесь вот просто можно погулять. Но нас-то интересует парк развлечений. Поэтому будем двигаться туда. Прямо внутри здания такой сквер. Посмотрите, такие газончики. Карусельки. Ну, очень клево. Вот там вот колонны львы стоят. Надпись Москва. Не знаю, что такое. Барселона, дом костей. Здесь, что, кафещики, кафещики, кафещики. Мы дальше продолжаем искать кассу. Вот еще один вход. Медведь. Шарики. Какая тачка? Вот я только из-за тачки за этой приехал. Это, что, чайка? Победа? Что это? Ну, просто лютейший экспонат. Ничего себе. У-у-у. Красота. Говорите, какая красота. Удивительный ресторан. Блин, вообще прикольно, конечно. Гардероб, все так светится. Инсталляция Маули. Инсталляция черепашек-ниндзя. Посмотрите, какие они громовские. Вот уже есть касса. Здесь можно покупать билеты. Пусть какая-то ста. Так, мы покупаем билеты. У нас будет тариф семейный. И один билет на маму. Самое, что неприятно, что нет прогулочных билетов. Так как, например, ни я, ни мама, мы особо не касаемся вообще. В принципе, мы просто хотим за компанию погулять. Но берем полный билет. Вот, поэтому сейчас у нас получится... А что такое? Сейчас каплата. Все каплата. Получается 12 тысяч заход. 12 тысяч заход. Не надо, что-то не видно. Что же оно? Я хочу вам порекомендовать карту Тинькофф Блэк. Лично у меня таких карт целых две. Я использую карту Мастеркард и карту Мир. Этим банком я пользуюсь уже на протяжении нескольких лет. По моей ссылочке в описании вы получите пожизненное бесплатное обслуживание. Помимо этого вы также получаете до 30% кэшбэка у партнеров, до 15% кэшбэка при выборе категории и до 7% на остаток. И хочу заметить, что это не какие-то там бонусы, а это самые настоящие рубли, которые вы сразу же можете потратить на свои новые покупки. Помимо бесплатного обслуживания по моей ссылочке вы получаете бесплатное пополнение и переводы. Также снятие без комиссий в огромном количестве банкоматов. Ну и, конечно же, лучший мобильный банк в мире это 100%. Помимо всего этого, что я перечислил, также хочу вам после оформления этой карты по моей ссылочке порекомендовать вам открыть инвестор-пилочку. Данный инструмент поможет вам очень незаметно накопить деньги, когда в конце месяца вы открываете, а у вас там кругленькая сумма. Ну, конечно, кругленькая сумма зависит от того, сколько вы тратите. Собственно, оформите и посмотрите, и разберетесь. Очень классный инструмент. Ссылочку я оставляю под этим видеороликом. Переходите, оформляйте, пользуйтесь. Погнали! Сам терминал нам дал билеты. Кстати, терминал принимает как наличку, так и карту. Поэтому стоять в большую очередь в кассе вообще абсолютно не вижу смысла, учитывая, что здесь вот их огромное количество этих терминалов. Пацаны залетают. Мамулька залетает. Вот так вот. Все, мы попадаем в остров мечты, дрим. Че, Исланд? Айсленд? Как там правильно? Вообще, на самом деле, просто охреневаю, насколько же у детей сейчас классное детство. Главное, что были немножко монеты. Но в целом, типа, выкроить один раз, водить вот сюда, вот в этот остров мечты, я думаю, что обязательно можно и нужно. Я так понимаю, что сюда люди приезжают вообще из разных городов. Смотрите, какая круговая красота. Смотрите, просто нереальное что-то. Столько сюда вбухано. Артемка, как тебе? Офигеть, я в шоке. Это он еще нигде не катался, понимаете? Вон, дом черепашек-ниндзя, смотрите. Вы представляете, как здесь детям интересно. Родик, тебе как? Черепашек-ниндзя в канализации живут, они в доме. Ну, сейчас в канализации, значит, и... Ой, а здесь для маленьких принцесс. Слушайте, как это здорово. Это Hello Kitty, да, по-моему? Называется. Ну, очень круто. Вот аттракцион, который так подкидывает, крутится. Пацанам нельзя. От 130 сантиметров только. Сейчас пойдем в следующий смотреть. Вот этот аттракцион не работает. Вот на этой штуке я хотел. Пацанам нельзя. От 130 сантиметров. Вот аттракцион. И сюда, смотрите, какая очередь. Очереди, конечно, трындец. Здесь такая фишка. Если меньше 90 сантиметров рост, то вам вообще ни на какой аттракцион нельзя. Мы вот хотели сейчас Миронечка посадить с Настенькой сюда. Сказали, нет, ни в коем случае. Даже на ручках ничего нельзя. Смотрите, какие красоты. Но скажу так, что на самые классные аттракционы очереди очень серьезные. 15-20 минут надо обязательно будет постоять. Настенка с пацанами пошли на аттракцион. Такая маленькая башня свободного падения. Да, смотри, как сейчас полетят твои. По-маленькому никуда нельзя, да? Мы смотрим. Здесь такой УАЗик Тревел. Тревел-тачка. Багажник. Аттракциончик еще немножко. Они-то здесь прикольненько. Но вот эти вот, допустим, все аттракционы, это дополнительно надо заплатить за них. Ты какой катался? Я не помню, какой катался. Я не помню. Да, сломался. Сломался, да? Короче, прикиньте, отвалить столько денег. Я отставил в этой очереди, в итоге ребята поехали и застряли там. В итоге аттракцион сломался, их спустили оттуда и нашу всю очередь разогнали. Это такое, это вообще дичь, вообще полнейшая. Я не знаю, ваше мнение в комментариях. Здесь же мы зашли в ресторан, потому что очень хочется кушать. Я хочу показать вид. Гляньте, мы как будто такие черепашки-ниндзя. Вот так вот наверху, на крыше, весь вид на парк. Немного покажу вам по ценам. Ценники, кстати, ну нормальные. Вот даже с кофем сравните. Чаек 250 рублей. А снизу цены. Кусок пиццы 75 рублей стоит. Ой, 150. Мы прям как черепашки. Они сейчас замыселом. Заказали вот три пиццы. Родителям кофеечек. Нам чаечек, правда, еще не принеси. Мамочка, еще он капресесе заказала салатик. Все, нам приятного аппетита. Потом будем продолжать прогулки. Ну и традиционная рубрика. Чего вышло? Вот. Ну на самом деле, еще докупили одну пиццу. Не знаю, зачем Артем попросил. В итоге потом не захотел. И мы взяли ее с собой. Сытые, довольные. Отправляемся гулять дальше. Мы пока обедали. Вот здесь вот было такое представление красивое для девчонок. Но в стиле, да, Hello Kitty. Но мы, естественно, на нее не пошли, потому что мы обедали. Вот думаю, ребятишек, прокатите вот на вот этом аттракционе. Посмотрите, какая чередина. Просто смотрите. Сейчас попробуем найти куда вход. Смотрите, какая жесть. Смотрите, смотрите, смотрите. Ну вы понимаете, да? Какая жесть. И только вот здесь вот вход. Стоять в очереди минут, наверное, 35 точно. Запустили мамульку с пацанами. Вот, поедут кататься. Мы, короче, как сделали? Настенька пока заняла очередь на этот аттракцион. Мы спустились сюда. Здесь вообще нет очереди. Вообще, конечно, как фишка, лучше, мне кажется, переплатить и купить себе вот этот экспресс, где ты без очереди везде проходишь. Ты так точно везде покатаешься и точно нехило сэкономишь себе время. Я в этом уверен, потому что везде эти входы для, ну, типа VIP, назовем это так, они везде свободны. Темка уже так подрос, что ему нужна прям скорость. Он спрашивает, а еще сильнее будет? Вот так и стой каруселью. Вот это, видите, все, ничего не катается. Настяка там еще стоит. Мне, короче, то что-то сломалось, прикиньте. О, прикол! Спустя минут 35 мы попали на этот аттракцион. Бабушка, дедушка, Родиончик и Артем туда поехали кататься. Самый покоснастенький уложили Мирончика. И это значит, мы сейчас на что-нибудь интересненькое пойдем. Ну, и не такое, что пока Мирон спит, мы только больше здесь стоим. Ну, да. Хорошо, самый крутой аттракцион, я поняла, это называется стоять в очереди. Вот это самый крутой аттракцион. На выносливость. Аттракционно-выносливость. А вы нам потом пишите, что это вы зажжете ли 1 июня деньги в Сочи парк. Потому что там на улице плюс в жару еще стоять. И плюс еще 1 июня, день праздник был, еще больше людей там было бы, чем здесь. Еще бы дольше стояли. Такое сомнительное удовольствие на самом деле. С Темкой решили вот на аттракцион Кобра отправиться. Он проходит сюда. Но очередь просто жесть. Смотрите, сколько людей стоит. Сколько мы будем стоять, я, конечно, даже не представляю. Мы когда встали в очередь, я специально на телефоне включил секундомер. Мы уже прокатились. На это все у нас ушло 53, блин, минуты. Я не знаю. Это, конечно, очень долго. Вот прям 53 часа мы потратили на вот этот один аттракцион, называется Кобра. Конечно, твои эмоции. Пипец. Ну, короче, на самом деле, да, штука очень крутая. И страшная. И страшная. Да, я, конечно, это немножко отруханул. Видимо, все, старость уже. Как совет, если вы идете, как мы, не один и не вдвоем, то вот смотрите, например, отец, он стоит вот в этих аттракционах, вот в этих лодочках держит очередь. А Насенька с мамулькой и с детьми пошли вот сюда, вот на эти качельки. Там уже они проходят сейчас. Сейчас покажу, как катаются. А здесь уже тоже очередь подходит. Они отсюда сразу туда. Вот, наши идут. Сейчас мамулька будет верещать. Сто процентов. Мирончик, смотри, маму. Мирончик. Маму. Маму, маму. Вон она, мама, там была. А папа? Да. Почему без тебя? И братья твои там. Все, полетели. Так, сейчас вот лучше с другого ракурса, где коляска у нас. Так. О, Насенка. Блин, это классно, карусель, конечно. Да. Ой, Тёмка молодец, управляет. Отпускай, Артём. Где наши парни? Вон Артёмка поехал. А мне? Да. Для меням цвета нельзя. Это для подростков, еще маленький. Вот табличка висит. Видали? Хотели сходить. В итоге точно не пойдем. Мы попали в замок такой. Смотрите, какая красота. Прикольно. Ближе к вечеру очередей стало меньше. Можно даже на аттракционы заходить с первой попытки. Хорошо? О, что? О, смотрите! О, Франкстрин, а не знал, что ты так хочешь читать. Давай, помоги мне нас играть. У нас, Костя. Друзья, нет времени Костя гребить. Хватайте! Друзья, живи скорее! Друзья, живи скорее! В зеркальном лабиринте. Вот, нет стены, смотри, Артём. А где? А, нет. Жди. Так, стой. Тут тупик. Здесь. Вот. Айда, сюда. А, тут тупик, Тёма. Пойдем дальше. Стой, вот. Тут тупик. Можно сюда пойти. Стой, Аня! Стой! Ха-ха, тут тупик. Не стой, не стой, не стой! Как здесь, как это пройдет? Я не знаю. Вот такой вот остров мечты. Как вам? Пишите комментарии. Ну, а я с вами прощаюсь. Увидимся с вами в новом видеоролике. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.